Продолжаем выпуск. Страшное преступление, совершенное над 13-летней девочкой в поселке Шалкия, вызвало большой резонанс в обществе. Жители изгнали из поселка семью насильника. Какова сегодня там ситуация? Какие меры предприняты для безопасности граждан? Смотрите в следующем сюжете. Жители уверены во всем виноваты приезжие. К примеру, это двуногий, который изнасиловал и убил восьмиклассницу из Ак-Тубе, временно проживал в родительском доме. Во избежание подобных ситуаций необходимо жесткое реагирование и укрепление охраны, считают жители поселка. По моему поручению, для дежурства в этом поселке было дополнительно выделено пять сотрудников. Мой заместитель назначен ответственным лицом. На данный момент Шалкия днем и ночью дежурит наряд по очереди. Сам лично проверяю, ситуация под контролем. Даже днем не каждый пройдет мимо этой многоэтажки, в которой проживают всего две-три семьи. Остальные квартиры заброшенные. Вечером во дворе ходят граждане в алкогольном опьянении. Поэтому жители просят установить рядом с домом полицейский участок. Группа под председательством Акима района обошла дома и ознакомилась с ситуацией. Ответственным лицам было поручено повысить безопасность граждан, улучшить освещение и установить камеры видеонаблюдения. Акима района посетил лагерь Тауса Малы, где встретился с молодежью. На встрече было отмечено, что сегодня молодым необходимо правильно ставить приоритеты, заниматься спортом и бизнесом. В этом направлении ведется активная работа. Во всех аулах мы провели разъяснительные беседы. Там молодежь занимается такими видами предпринимательства, как обработка дерева, продажа вещей. Также в рамках проекта Just Project из района были представлены 150 проектов, 69 из которых поддержаны. Шесть проектов будут реализованы в Шалкие. Один из них – Центр по ремонту радиоэлектроники и бытовой техники. Актуальность этого проекта в том, что многие молодые люди не работают и не знают, каким бизнесом себя занять. Поэтому мы обучаем их основам электротехники и электроники. Моим напарникам оплачиваются стипендии. Если они заканчивают высшее учебное заведение, то 60 тысяч тенге, а среднее – 40 тысяч тенге. В завершении встречи прошел турнир по национальным видам спорта. Участники показали свое мастерство в армрестлинге, перетягиванию каната и асахату. Алина Параджан, Акимжан Жолтаев, Алмат Мендыбаев, Алдын Азар Нагымбет, Телеканал Кызарда.